Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня четверг, 22 октября по новому стилю или 9 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память праведных праотца Авраама и племянника его Лота, живших за 2000 лет до Рождества Христова. Святого апостола Иакова Алфеева, мучеников IV столетия Иувентия и Максима Воинов, мученицы Поплии, деканисы Антиохийской, преподобного V века Андроника и жены его Афанасии, преподобного Петра Галатийского, подвижника IX века, священно-мучеников XX века Константина Аксенова, Петра Вяткина, Константина Сухова, обретение мощей преподобно-исповедника Севастьяна Карагандинского, Фомина, прославление икон Божией Матери Корсунская и Корсунская Прозренная. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к описанию жизни священно-мученика Петра Вяткина. 16 января 1882 года в единоверческой крестьянской семье Дмитрия Ермолаевича и Пороскевы Вяткиных в деревне Карабаи, что в Ильинском районе Пермской губернии, родился мальчик. Младенца крестили с именем Петр. В 12 лет Петр Вяткин окончил курс уездного земского училища. В селе Кривец встретил он верную спутницу жизни Елену. Петр начал служение в церкви в 1904 году, исполняя обязанности псаломщика в Михайло-Архангельском храме села Ситниково Аханского уезда. Через три года его рукополагают в Адиакона, а спустя еще год, 14 мая 1908 года, отец Петр становится священником единоверческой церкви. В январе 12 года 30-летний пастырь командирован на Всероссийский единоверческий съезд в Петроград. Через некоторое время отец Петр был назначен на настоятельское место. К этому времени у Петра и Елены уже народилось трое деток – Раиса, Мария и Михаил. В 1915 году батюшка исполнял обязанности благочинного в Пермском единоверческом округе. В 1917 году зачислен штатным благочинным. Осенью 1918 семья жила в селе Сретенском. Именно здесь красные схватили священника Петра и расстреляли прямо на глазах у супруги. Батюшку зарыли у дома под окнами его кабинета. Единоверческую церковь в селе Воскресенском сожгли, а православный храм разрушили. Братья и сестры, позвольте пояснить, о каком единоверии идет речь в житии отца Петра. Единоверие – это термин достаточно неудачный, потому что все мы, православные христиане, являемся единоверцами, если отталкиваться от основного значения этого слова. И в последнее время во всех официальных церковных документах используется понятие «старообрядные приходы русской православной церкви». В середине XVII века патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем была предпринята церковная реформа, целью которой была унификация богослужебного чина русской церкви с греческой церковью, прежде всего с Константинопольской. Богослужебная реформа вызвала ужасный раскол в русской церкви, а для того времени во всем обществе. Реформы Никона, начатые в 1653 году, встретили сильную оппозицию со стороны сторонников старых обрядов. В 1656 году на поместном соборе русской православной церкви все крестящиеся двумя перстами были объявлены еретиками, отлученные от Троицы и преданы проклятию. В 1667 году состоялся Большой Московский собор. Собор одобрил книги, новые печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Сторонники старых обрядов вновь были объявлены еретиками. Страна оказалась на грани религиозной войны. В 1681 году состоялся поместный собор русской церкви. Собор настойчиво просил царя о казнях, о решительной физической расправе над старообрядническими книгами, церквями, скитами, монастырями и над самими людьми-старообрядцами. Сразу после собора начинается активная физическая расправа. В 1682 году состоялась массовая казнь старообрядцев, положившая начало почти 30 годам непрекращающихся казней и пыток. При Петре I в 1716 году был отменен смертный приговор старообрядцам, и для облегчения их учета была предоставлена возможность полулегального существования при условии платить за оный раскол всякие платежи вдвое. Позже, в XVIII веке, возникла идея единоверия, то есть возможности служения по старому обряду на отдельных приходах в лоне русской церкви. Мало-помалу единоверие развивалось, но в советское время было уничтожено почти полностью. Определением Поместного собора 1971 года было постановлено упразднение клятв Московского собора 1656 года и Большого Московского собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православных христиан и считать эти клятвы яко не бывшие. Напомним, весь сыр-бор разгорелся из-за пяти никчемных пунктов. Корректировка книг, замена двуперстия трехперстием, крестные ходы в другую сторону, аллилуйя, не дважды петь, а трижды, и поменяли число просвор на литургии. И это все. Братья и сестры, какой бы абсурдной не казалась дикая, кровавая история раскола в нашей церкви из-за возможности креститься двумя или тремя пальцами, это наша история. История печальная и глупая. Дай Бог, чтобы нам не повторить ошибок наших предков, а духовную жизнь сосредоточить вокруг действительно важных для спасения души вещей. Жизни во Христе, следования Евангелию, помощи ближним, а не вокруг форм и обрядов. Священно-мученичи Петре, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова